Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своём канале! Сегодня 25 число, сегодня Рождество, и мы первый раз в жизни отмечаем Рождество не накануне, не ужином, как я рассказывала в видео, которое ещё не смонтировала и не выпустила. Детки дома совершенно нет времени, у меня на монтаж уж точно. Я рассказывала, что да, итальянцы отмечают ужином, точнее, Рождество двояко ужином, либо обедом. Если речь идёт о том, чтобы отмечать в одной семье, никуда не выходить, я уже, в общем-то, готова, что называется, со своим обедом, принарядилась и причесалась. И, как это часто бывает у блогеров, если ты привёл себя в порядок, то есть ты, в общем-то, и волосы помыла, и, возможно, макияж сделала, то ты должна записать видео, потому что, потому что все блогеры так делают. Но речь сегодня пойдёт о волосах снова, и, наверное, это видео, опять же, будет иметь мало просмотров, но оно, на самом деле, адресовано исключительно для тех, кто на одной волне со мной, по крайней мере, в том, что касается отращивания волос, тем более, что марафон об отращивании волос, он, конечно же, не закончился, он продолжается. Сегодня, в первый раз, за многие месяцы, наверное, за какие-нибудь 9 последних месяцев, я, вот как я рассказывала, просто, когда ты можешь помыть волосы, твои волосы здоровы, с ними всё хорошо, ты их помыла, посушила феном, не делая брашинга, мои волосы очень лёгкие, пористые, поэтому они становятся прямыми. Кстати, очень многие, видимо, думают, что у меня прямые волосы, нет, у меня волнистые волосы, поэтому они очень часто и выглядят такими тусклыми, не блестящими, не здоровыми, и все меня отправляют к париквайеру. Кстати, в последнее время всё реже и реже. Но такая долгая подводка вот к этим двум моментам. О них я рассказывала в своём предыдущем видео о рисовой воде. Это непосредственно чашечка от Амлы, которую я завариваю, просто потому что её у меня очень много. Если не ошибаюсь, Амла – это что-то очень похожее на шиповник, поэтому если Амлу вы найти не можете, вы можете шиповник вот таким образом очень мелко перемолотый найти, либо перемолоть самостоятельно, заваривать и наносить на волосы, держать 30 минут, 40 минут. Сейчас я ещё раз расскажу. А это чашка из-под рисовой воды, где была замочена прежде всего рисовая мука. И, как вы видите, всё это выглядит вот так, непрезентабельно, некрасиво всё это выглядит. Опять же, часто вопросы мне поступают под моими старыми видео, где я говорю, что я не пользуюсь никакой косметикой уходовой, и мне пишут, ну и ты пожалеешь потом в будущем. Да, возможно, в будущем пожалею, но здесь и сейчас мои денежки и моё время у меня в кармане, потому что выбрать хороший крем, а для того, чтобы выбрать хороший крем, требуется огромное количество времени. И по большому счёту я всё это делаю с одной единственной целью. К счастью, не из-за экономии, хотя очень многие думают, что я жутко и страшно экономлю, и, в общем-то, ну да, думают и думают. Нет, я всё это делаю по одной причине, которую всегда озвучиваю, и которую я хочу озвучить вновь и вновь, прежде всего, возможно, потому что вы впервые на это видео попали, впервые его видите. Я считаю, что действительно на какие-то вещи тратить деньги просто бессмысленно, тратить своё время и свои силы просто бессмысленно. На это 20-минутное втирание крема бессмысленно, на эти маски 20-30 минуты с ними сидишь бессмысленно, если речь идёт именно о промышленном уходе. Поэтому, да, я ополаскиваю волосы ромашкой, и в данном случае речь идёт о рисовой воде, о которой я рассказывала дальше, просто потому что я, наконец-то, увидела результат. Результат я увидела, повторюсь, наверное, за последние 9 месяцев, вот в первый раз, но я попробовала многие продукты, и рисовая вода, в который раз меня выручила, рисовой водой я пользуюсь, наверное, последние 2, возможно, 3 недели. У меня также на руках вот эта ужасная шапка, шапка шерстяная, потому что, да, это очень неудобно, наносить всё это на голову и, в общем-то, ожидать результата. И сегодня я была на пробежке снова с детьми, и вообще я использую вот эти каникулы, они будут примерно 2 недели чуть меньше длиться, для того, чтобы действительно восстановить свои волосы, потому что ты прекрасно отдаёшь себе отчёт, что да, на пробежку ты можешь всё это намазать на свои волосы, на свою голову, утеплиться пакетиком сверху, шапочку надеть, ещё капюшончик накинуть и побежала. А вот в повседневной жизни, когда ты должна ребёнка в сад отвозить, когда ты какие-то дела должна делать, такое, что называется, не прокатит, потому что ты выглядишь соответствующе. И, в общем-то, это видео, да, я записываю опять же в рамках марафона «Отрастить волосы». Снова как человек, убедившийся в эффективности, по крайней мере, в моём случае, действительно натуральных продуктов, в данном случае это рисовая вода. Я снова попробую наносить кефир, но кефир, повторюсь, наносить настолько неудобно, он постоянно течёт. Если вы захотите попробовать кефир, я вам искренне рекомендую купить какой-нибудь крахмал. Картофельный подойдёт, рисовый будет ещё лучше. Рисовый крахмал. Вообще, мне пришла идея заваривать свою воду, точнее, настаивать её именно на рисовом крахмале. То есть вода, скорее всего, будет быстрее настаиваться. Я хочу попробовать, по крайней мере. Но вы можете, что называется, загустить ваш кефир при помощи какао также, и у вас будет, возможно, лучший запах в итоге от волос. Кстати, какао, запах какао держится очень долго на волосах. Если вам какие-то маски натуральные по запаху не подходят, не нравятся, речь, конечно же, не идёт о луковой маске, пробовала ли я её. Нет, это единственная маска из натуральных масок, которую я, наверное, не попробовала, всё остальное я пробовала. И подтверждаю в который раз, что да, вот эти натуральные продукты, они имеют больше эффект. Ну и видео сумбурное, потому что праздник сегодня у нас. Хочу также сказать, что 27 числа я была записана к мастеру, которому я не попала летом, когда мои ребята пошли стричься, делать стрижки традиционно. Они это делают раз в месяц, раз в полтора. И я тоже подстригла волосы, потому что волосы уже так плохо выглядели и так плохо лежали, что, в общем-то, я скорее мучилась с ними, чем, в общем-то, наслаждалась длиной. И это как раз-таки был тот момент, когда даже я, любительница длинных волос на себе, на всех, поняла, что нужно убирать длину. И я, в общем-то, села в кресло и быстренько за какие-нибудь там 5 минут длина была отсечена. К чему я это рассказываю? К тому, что если вы отращиваете волосы, неважно, вы делаете это самостоятельно, будете делать в будущем, возможно, вам эта информация вспомнится. Я поняла, как человек, который много раз отращивал волосы, а сейчас для меня отрастить волосы – просто спортивный интерес. Вот настолько меня пинали на моем же собственном канале за мои волосы, хотя, казалось бы, ну, разные бывают волосы, разные бывают носы у женщин, разные бывают глаза, брови, губы, зубы, все что угодно может быть разным. Нельзя человеку пинять за то, что, в общем-то, поменять оно, наверное, практически и не в силах. Так вот, для меня теперь отрастить шикарные, шикарные волосы к 40 годам, я думаю, я смогу это сделать, сейчас мне 38 лет, это просто спортивный интерес. Я обязательно это сделаю, я просто знаю, что если человек чего-то хочет, неважно, хочу ли этого я, либо вы, это совершенно точно возможно сделать. Так вот, основная проблема, женская, моя и ваша наверняка тоже, заключается в том, когда мы отращиваем волосы, что мы в определенный момент настолько себе не нравимся, что мы почему-то начинаем думать, что если мы сходим в парикмахерскую, наша ситуация изменится в положительную сторону. Как правило, мы связываем наши мега-супер-надежды со стрижкой, поэтому никто не может отрастить волосы быстро. И также мы связываем наши мега-супер-надежды с сокрашиванием. Либо, уж кому вообще не повезло, и кто еще не наступал на одни и те же грабли по 10 раз, как это делала я, кто-то связывает с тем, тот факт, что будет лучше выглядеть наконец-то, и с окраской, с фактом окраски волос, и с фактом стрижки волос. И противостоять этому желанию записаться и пойти и увидеть себя обновленную, противостоять этому желанию сложнее всего. На самом деле вы можете не мазать ни яйца на голову, ни кефир на голову можете не лить, и вообще не делать маски даже промышленного ухода, если вдруг они вам нравятся больше, вы считаете, что в них залог здоровья и красоты ваших волос. Вы можете просто мыть волосы самым обычным шампунем из супермаркета, но, конечно же, разбавленным водой. Вы можете купить самый простой по составу кондиционер, желательность той же самой линейки, чтобы шампунь смывал этот же кондиционер. Обычно все-таки производители заботятся об этом, потому что если это происходит, наши волосы дольше остаются красивыми, и мы дольше думаем, что этот шампунь, этот кондиционер нам подходит. Соответственно, возвращаемся к покупке этого же самого шампуня, этого же самого кондиционера. Как видео в рамках минимализма я рассказываю о том, что, да, со своим потребительским голодом каждый из нас сталкивается реже, либо чаще, но все-таки сталкивается. Вот так же в момент отращивания, в моменте, который растянут, к сожалению, иногда на целый год. В моменте отращивания волос очень важно противостоять своему желанию, вот этим иллюзиям, что ты сходишь в парикмахерскую, и будешь «Вау, какая красивая». Если тебе очень повезет, ты месяц после посещения салона будешь красивая. Но если ты подстрижешь волосы, практика показывает и доказывает, что, в общем-то, придется помучиться, пока волосы чуть-чуть не отрастут. Ну, а когда они отрастут, и вроде как уже причесочка нормальная тебе нравится, волосы начинают вести себя очень плохо, потому что они были окрашены в тот же день, когда ты решила себя прекрасно обновить. И также хочу сказать, дорогие зрительницы, я рассказывала, что я не сразу поняла, на каком стратегическом месте я стою, я рассказывала в своих видео про представительницы древнейшей профессии, но также рассказывала, что я стою прямо-таки в переулке, где находятся два салона, очень известных по Адуи, достаточно дорогих, я показывала обзор, и как раз-таки оттуда действительно очень часто выходят женщины с укладкой. Ну, я думаю, как любая женщина, мы друг друга понимаем, что мы идем в парикмахерскую, мы, наверное, даже принаряжаемся, именно поэтому я там так много снимаю классного стрит-стайла, потому что там и принарядившиеся женщины, и плюс с укладками они выходят. Я не сразу это поняла. Так вот, своих героинь, когда я начала снимать, это было в сентябре, я вижу сейчас. Все эти героини, как правило, блондинки, я рассказывала, что итальянки любят блонд, и на их волосах блонд ведет себя несколько иначе, чем на наших славянских волосах. Так вот, я могу сказать, что даже на итальянских волосах блонд по истечении трех месяцев ведет себя отвратительно. Очень многие итальянки, которые действительно классно-классно выглядели, я снимала их после парикмахерской, потом я встречала их уже, что называется, с укладками, сделанными дома, потом, возможно, я снова встречала их с укладками, сделанными в салоне. Так вот, я могу сказать, что при истечении трех месяцев их волосы выглядят печально. Я прежде всего говорю о волосах обесцвеченных, о волосах, на которых был сделан шатуш, на которых было сделано милирование и так далее, и так далее. Я узнаю в своей героине, к сожалению, вынуждена констатировать, что называется, взгляд со стороны, что, конечно же, обесцвечивание, удаление пигмента очень сильно портит волосы. Поэтому, в общем, то, что называется, его пример другим наукам, в данном случае для меня пример тех героинь, которых я снимаю, возможно, через мое видео, мой пример, вам будет наука. Пожалуйста, все, кто отращивает волосы, очень-очень важно противостоять желанию украсить себя руками парикмахера, то есть подстричь волосы и покрасить. Зачастую это лишнее. И мне очень понравилось высказывание одной зрительницы. Большое спасибо за все комментарии. Я сейчас практически ни на какие комментарии не отвечаю, потому что я просто не успеваю. Вопрос, бывает, прозвучал, я его увидела, в моменте не могу ответить. Я, например, с компьютера не могу через новую YouTube-студию оставлять комментарии. Соответственно, уже через полчаса, через час, когда я имею доступ к YouTube-студии, допустим, на своем телефоне, я уже этот вопрос просто найти не могу, потому что он был оставлен не под новым видео, а под каким-нибудь видео старым. Так вот, мне очень понравилось высказывание одной зрительницы. Она написала, что на практике я с ней полностью согласна. Те женщины, которые посещают как можно реже парикмахера, либо вообще забывают о его существовании, в итоге выглядят лучше, потому что самый лучший аксессуар и, на мой взгляд, самый лучший способ украсить себя, это, наконец-то, действительно привести свои волосы, свою прическу в порядок. Это очень сложно сделать в современном мире, также еще потому что, повторюсь, у нас у всех в голове имеется вот такая иллюзия. У кого-то это иллюзия, у меня, например, ее уже нет, но зачастую мы можем желать переложить, что называется, ответственность. Сами не можем себя привести в порядок и думаем, ну вот мы сами не можем, нам не хватает мастерства, мы к парикмахеру, к мастеру обратимся. Это называется, в моем понимании, переложить ответственность. Перекладываешь ответственность и получаешь то, что ты получаешь. Желаю всем хорошего новогоднего рождественского настроения, желаю всем красивых волос, тем, кто на марафоне. Вы увидите, что если вы просто будете соблюдать два простых этих шага, не красить волосы и не стричь их, не стричь, если они, ну, уже достаточно здоровые, более или менее, а если нет, то, конечно же, лучше все-таки начинать отращивать здоровую длину, отсекая всю старую длину, потому что, как показывал Вартан Болотов, да, наш волос, он вот, допустим, посеченный либо поломанный. Если мы его вот таким образом подстрижем, как ужасно выглядит, мои ногти не накрашены, вот так мы подстрижем, сверху он будет продолжать сечься, поэтому нужно вот так отстригать, чтобы волос был здоровым, и чтобы дальше он не ломался, и дальше, чтобы он не рассекался. Помните, что вот такое отсечение не даст вам ничего. Я, по крайней мере, верю Вартан Болотов, очень наглядно объяснил, нужно вот так отсекать, как бы печально это ни было, ну и потом, соответственно, забыть про существование парикмахера, забыть про существование того, что мы можем стать блондинкой, брюнеткой любого цвета, который не дан нам природы. На этом с вами прощаюсь. Всем красивых волос, хорошего настроения. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok